Настрой. Музычно-забавляльная программа. Юный удельник с Беларуси Микита Бялько, якого многие ведают по телевизионных проектах. И недавно убачили на рэште пераможный выпуск российского телевизионного проекта «Битва талентов», где он с такими мощными конкурентами и в присутности метров российской эстрады доказал, что беларусы лепше и перамог. Сегодня Никита в нашей студии. Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Поздравляем тебя с победой! Вместе с Никитой мама Светлана, она у нас за кадром в студии. Поддержка такая тихая, да. И педагог Василий Синьков. Добрый день, Василий! Добрый день! Вас тоже с победой! Спасибо! Ну, я прочитал, конечно, много о тебе писали. Ты уже к такой популярности готов? Привык сам? Ну, да. Привыкаю. Привыкаю, да. А вот говорили, что такой непростой характер у тебя, Никита. Может быть, он тоже помог тебе победить? Никита раз сразу на маму. Да. Что непростой характер. Ну, очень много. У меня как бы характер бойца. Я всегда, даже в самые сложные моменты, стараюсь собраться и выложиться на 100%. И это тоже сыграло большую роль. А есть ли какие-то вот такие нюансы, когда не все же бывает гладко? Не всегда это победа, победа, победа. Нет. Бывают же такие виражи на горизонте. Бывают, но я всегда стараюсь делать все хорошо, качественно. И обычно все хорошо. Ну, я не знаю, хорошо или нет. Это оценивали жюри. Это оценивали зрители. В комментариях это видно. Оценивали организаторы конкурса. Там такая круглая сумма озвучивается. Не будем об этом. Мы тебе скромный подарок от белорусского радио. Вот этот фирменный рюкзак. Спасибо большое. Прямо сейчас дарим, чтобы в нем были все десятки. В твоей колледже, как называется, при Академии Музыки, да? Там, где ты обучаешься. РМК при Белорусской Государственной Академии Музыки. Вот. Так что носи и расти. Спасибо огромное. И расти. Только десятки иметь всегда. Мы еще сделаем селфи с тобой. И радуй нас такими успехами. Ну и продолжая, да, говорить о том, что ты победил в этом конкурсе в России, но было очень много еще конкурсов у нас в Белоруссии. И они очень разные. Они с разным таким потенциалом, что ли. Это Евровидение, это участие в концертах у твоих взрослых коллег, я бы так сказала, да? Голос дети, опять же, проект известный, где ты был в команде Меладзе. Это проба все к тому, чтобы прийти на сцену? Да, да. Да? Это огромный опыт. Работа, во-первых, с такими знаменитыми мэтрами. И, в принципе, опыт выступлений на таких больших сценах. И это все очень важно для артиста. Ну, он сейчас, вот, Никита в эмоциях. Он все еще в этом, наверное, ритме живет. Василий, ну, конечно, за такими успехами, за выступлениями, за тем, что мы видим на экране, стоит огромный титанический труд любого педагога, любого родителя. Как так случилось, что в ваши руки попал Никита, и сегодня он уже полноценный участник концертов, выступает как взрослый артист? Ну, попал он, как обычно, привела мама и спросила, можно ли с этого мальчика что-то сделать? А что делать? Ну, есть такие вещи, которые даются от Бога, то есть это энергетика и тембр голоса. А школу можно дать больше, кто-то меньше, кто-то больше, но ее можно сделать. Ну, если человек уже обладает такими двумя вещами, то ему уже в другое место нельзя идти. Поэтому, я считаю, для Никиты он обладает этим всем. Но вы ему хорошую школу, наверное, даете, были такие вот победы. Что у вас в основе вашего преподавания, в основе мастерства? Ведь все-таки дети – это продукт новый, из которого лепишь с чистого листа. У меня есть как бы свой подход к детям, в том плане я не стараюсь навязать что-то такое, а я стараюсь найти какое-то зерно в любом ребенке и вытащить его наружу. Поэтому у меня дети, получается, все разные. И не строю какого-то так вот. Я умею вот так и буду делать вот так. И все одинаковые. А мне кажется, что очень часто вот сходятся в одной точке. Вот нужно быть в том месте, в нужное время, с нужным человеком. Вот я почему-то глубоко в это верю. И мне кажется, что у Никиты вот это так сошлось все. Хотя никто не отрицает титанический труд и вот эти ступеньки к успеху. Но ведь с мальчиком дело иметь это очень сложно. Ведь у него сейчас мутация пошла, да? Вот и очень часто же много очень есть примеров, когда после этого ребята где-то... Идут в другую карьеру. В другую профессию, да, да. Ну, насчет Никиты я бы не сказал. У него просто нет другого выхода. Потому что он живет музыкой, поет, спит, поет, ест, поет. Давайте послушаем, как поет. Вот фрагмент его успешного выступления. Мы несколько песен сегодня услышим, да? Одну из них прямо сейчас. Окунемся в битву талантов. Что ты исполнял? Это, по-моему, первая, да? Нет, это не первый этап, это третий этап. И я исполнял песню Impossible. Почему эту песню? Ну, вообще ее выбирал не я и не Василий Георгиевич. Нам ее давали. Но это песня Джеймса Артура, и она мне очень нравится. Давайте послушаем. Не вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Это был фрагмент у делу нашего Микиты Бялько. о российском проекте Академии популярной музыки Игора Крутого. Песня, которая действительно впала в сердце жюри. Какие отзывы были, Никита? Ну, положительные. За харизму, воспитанность, а также непохожесть на других участников проекта. Вот такие оценки ты получил, вот такие оценки получил. Тогда заслуженные? Ну, наверное, да. Конкуренты вообще сильно на таких конкурсах? Ты ведь этих ребят видишь только там, знакомишься, друг друга вот так вот оцениваете так со стороны или все-таки друзья? Многих я уже до этого знал, и мы с ними очень хорошо подружились. И вообще уровень участников был очень высокий, все безумно талантливые. Вот, реально, очень крутые все. Ну, говорят же, вот, что тут говорить, совсем недавно такой спор был, да, выиграли в одном конкурсе, дети участвовали, что-то там посчитали не так. Потом победу забрали. Потом победу забрали, да. Это очень сложно все переживать, особенно детям, мне кажется. Вот ты, вот как был готов к конкурсу? Это была какая-то особая подготовка. Ведь, знаете, очень важно и творчески подготовиться, и профессионально подготовиться, но еще важнее, мне кажется, морально быть готовым к любому исходу ситуации. Вообще на проект этот я попал очень спонтанно. Мы попали на дополнительный кастинг на два места. Этот кастинг проводился в Инстаграме, нужно было прислать видео с какого-то выступления. 50 человек пригласили в Москву, из этих 50 выбрали двоих. И я благодаря этому кастингу попал вообще в этот проект. Что ты отправил? Я отправил видео с обычного выступления. Там я пел обычную итальянскую песню, как бы ничего такого не было. Обычную итальянскую песню, говорит ребенок, 15 лет. Какую, например? Ты можешь напеть? Без конца можно слухать. Такое выканание. Прекрасно, Никита. Ну а в дальнейшем ты себя видишь где? В чем? Музыки, точно, музыки. Однозначно. Другого пути я не вижу, да. Василий, как педагог, вы наверняка видите реакцию детей на участие в таких конкурсах. Все-таки для них это что-то очень большое, большой мир, большой этап. И все мечтают победить. Нет плохих детей, все талантливые. Как вы настраиваете их на участие, на победу? Ведь они едут за наградой. Для них любое разочарование на конкурсе, это просто... Ну, я, во-первых, я, самый мой критерий тот, чтобы ребенок сам понимал, на какой он планке стоит. Вот. Я всегда, это очень, для меня это очень важно, объяснить ребенку, где он стоит. Или так, так, если есть Никита. Что вы делаете? Каким языком? Ведь, наверное, не совсем ребята в компьютерах. Нужно ранить, во-первых, человека. Нет, нет, ну, я это аккуратно делаю. Ну, понимаете, чтобы... Когда ребенок начинает понимать, как должно звучать. Вот. Есть какие-то примеры. Как и когда в процессе работы он добивается чего-то. Вот. И он, когда видит что-то, ему не хватает что-то такое. И он занимает вот эту планку. Я всегда говорю, если вы приходите на любой конкурс, если вы должны сойти со сцены и сказать, что я, сделал все возможное. Я больше не могу. И вот тогда уже не важен, какой будет результат. Как тебя оценят, на какое тебе место поставят. Но я сделал все. Вот. Вы так прирастаете к своим ребятам. Это ваша орлета. Это уже дети мои. Он растет. И вы, наверное, думаете, пусть бы еще таким побыл, чтобы вот эти вот все нотки сохранились. Я всегда... В моей работе мне важно не... Сколько у меня ребенок занимается, а что он после меня оставит. Каким он станет. Туда он пойдет. Вот хорошая тема. Вот знаете, чтобы ребенок здесь был, в Беларуси, чтобы он показал класс того, что вот здесь мной могут гордиться. Это прекрасно. Можно выезжать в Россию, показывать свой класс, но приезжать сюда и говорить... Как тебя после российских проектов в твоем-то учебном заведении встречали друзья? С цветами. Ну, не, не с цветами, но все рады, конечно. Все селфи с тобой сразу делают, да? Да нет, ну... А ты человек скромный или есть странички в Инстаграм? Следишь за этой жизнью социальной? Да, да. Выкладываешь что обычно? Видео с выступлений. С репетицией, наверное, да? Мне очень нравится, когда Никита посматривает на маму. Я на всякий случай. На всякий случай, да. Кстати, вот Никита дает такой хороший репертуар. Вот итальянская сейчас музыка звучала, английский язык ты используешь на конкурсах. Это на чем растет хороший, ведь все-таки, музыкальный материал? Ну, я как бы... Ну, не знаю, как это сказать. Дело в том, что я всегда беру как бы с перебором. То есть, если человек может вот так прыгнуть, то я ему даю произведение вот такое. Чуть больше. Не чуть больше, два раза больше. И вот. И выбираю такие произведения, с которыми человек вроде бы как бы и не справляется. Ну, и как правило, со временем нормальные, как говорят, ученики, они доходят до того, что начинается. И потом эти произведения почему-то идут даже в конкурс. Вы как спортсмен. Нет, ну... Так а по-другому нельзя. Как научиться? Ну, традиционный вопрос. Вот для юных участников. Кто в кумирах? На ком ты растешь? Кто для тебя действительно заслуживает такого уважения из музыканта? Кого ты поешь? Вот так скажем. Я пою вообще совершенно разную музыку. И нельзя прям сказать, что какого-то певца я люблю намного больше, чем всех остальных. Я, в принципе, пою разную музыку и учусь на всех. Наверное, та песня, которую мы сейчас фрагмент послушаем, Дима Билана, тоже досталась тебе от организаторов. Да, да. Ну, как тебе все-таки? Сначала мы помучились, потому что, ну, как бы мы не знали, что можно сделать из этой песни. Было много работы, мы много раз переделывали, но в конце концов... Песни неделимые, на самом деле. Да, результат, в принципе... Нормальный. Да. Повертаемся у студии. Сегодня у нас Никита Бялько, пироможца российской телевизионной проекта «Битва таллентов», удельник многих инших проектов. Просто очаровашка. Вот сегодня сидит молодой человек, скромный, но когда мы говорим о его любимом деле, о музыке, и просим спеть, Никита сразу расцветает, улыбается. Сегодня в студии педагог Никиты Василий Синьков. Мы продолжаем беседу. Лето насыщенное, у нас будет много возможностей, фестивалей, концертов. Ты следишь за фестивальной жизнью? Ну. Я знаю, что у тебя уже славянский базар, ты участвовал. Ну да, да. В прошлом году я участвовала в закрытии славянского базара. Я пел с Тамарой Гварцители и Глебом Матвичуком. Почетно. Такие имена вот называют ребенок. А с кем больше всего понравилось общаться? Спокойно. Ведь все-таки говорят, что некоторые российские артисты, достаточно люди такие с характером. Нет, ну в принципе все как бы хорошо относятся к детям. А вот если возвращаться к конкурсу, вообще на конкурсах очень мало всегда времени. Вот кажется, вот еще один день или хотя бы полдня, и тогда бы все случилось, все получилось. А вот сколько дается времени на разучивание песни новой? На битве талантов. После каждого этапа нам давали новую песню, и нам давалось три дня. Первый день мы просто слушали песню, на второй день мы уже ехали на репетицию с оркестром, и на третий день у нас уже была генеральная репетиция на главке НО, где как бы, собственно говоря, проводили съемки. И вот между этим мы еще по ночам с Василием Георгиевичем учили по скайпу новые песни, разучивали, придумывали разные фишки. И это, конечно, клевый опыт, это реально очень сложно, но очень интересно. Но ведь рядышком с вами находится еще педагог, но все равно обращаемся к Василию Синькову, к своему самому главному педагогу, наверное, в жизни. Да, да, конечно. В музыкальной жизни. Прекрасно, когда есть такой человек. Всего лишь на каждом конкурсе есть только три минуты, в которые твои три минуты, в которые ты должен выложиться то, что ты научился на съемках. А здесь вообще было полторы минуты. Вот как все-таки формула успеха собраться? Ведь после каждого выступления любой участник говорит, ой, я здесь, я бы мог лучше, вот мне бы еще разочек, но, увы. Ну, можно как по-разному подходить к этому. Ну, я, например, считаю, что нужно вот в эти полторы минуты втиснуть все, что человек может. Но в том же плане не переборщить, чтобы это вкусно было. Это можно же много натолкать, наборотить, оно будет невкусно и некрасиво. Какие ингредиенты? Какие ингредиенты добавить, чтобы было вкусно? Как же подкупает педагог у вас. Василий, какие ингредиенты все-таки нужно добавлять, чтобы вот из таких детей получилось? Ну, надо выбрать пару таких вот, пару красивых самых нот и к ним как-то подвести, чтобы красивенько подвести, чтобы уже после этого раненых не было. Кто желает заниматься и стать таким же, как Никита? Что для этого необходимо? Вот тоже за руку, как Светлана, мама привести к педагогу? Не, ну, как бы... Надо встретить своего педагога. Да, надо найти свою... Ну, я всегда говорю так, нужна тройка. Педагог, ученик и заинтересованность родителей. Любая из них выпадет и не будет ничего. Ничего не будет. Ну, сегодня много студий, хватает и различных кружков, в регионах есть тоже. Вот куда бы? Нужно идти в профессиональное образование обязательно, в консерваторию. Ну, я как бы не в этом делаю. Я, например, если по своей работе, я не раскручиваю детей. Я даю... Я как педагог. Приходят на математику, они приходят ко мне. Вот. Всей раскруткой занимаются родители или там ищут каких-то продюсеров, что... Ваша задача научить. Но ведь вы же переживали за Никиту, когда он выступал. Это тоже происходило. Со стороны. Следили-то небось и держали палач. Ну, естественно. Это ж мое детище. Дорогой Никита, мы тебе желаем новых успехов. Спасибо. Я думаю, что у тебя они впереди. Мы обязательно о них расскажем в нашем эфире тоже. Ну, попросим еще несколько волшебных строк в твоем исполнении. Что это будет за песня, которую подарим всем, кто в эти минуты вместе с нами работает за рулем, дома, отдыхает. Эта песня называется Love. Ее исполнял Саша Сон на Евровидении. Это было очень давно. А сегодня Никита Бельков в нашей студии. Если ты любишь Лав, Лав, that love you say you will not free love, then show me that love would love, then show me that love we love to love you back. If you will love, if you will love, so with that love we love to love you back. We love you back. Усим жадаем кахання і выдатнага дня, поспіхау, дякую вам за то, што завіталі до нас у студию. Ну і сустренімся в эфірі Беларускай Градію. НАСТРОЙ Музычно-забавляльная программа Музычно-забавляльная